МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чувашии в троллейбусе и комиксы от Единой России в новом выпуске обзора прессы. Здравствуйте! Аптека улицы Троллейбус. Запланированная проверка аптек неожиданно для чиновников завершилась в общественном транспорте. Глава Чувашии Михаил Игнатьев решил не ограничиваться только аптеками, а прошелся и проехался по городу. А вместе с ним министры и руководители столичной администрации. Об этом сообщает газета «Чебоксарские новости». Пассажиры троллейбуса, куда зашел Игнатьев, сначала изумились, но быстро смекнули и не упустили случая пообщаться с руководителем региона. Разговор растянулся на несколько остановок. Конкретные вопросы достались и главе администрации города Алексею Ладыкову. Но главной целью поездки были цены на лекарства. Издание отмечает, в городе аптек, что грибов в лесу. И это хорошо для всех. У покупателя шире выбор, а конкуренты, приглядываясь друг к другу, корректируют стоимость препаратов. Цены в сегменте жизненно необходимых лекарств по сравнению с прошлым годом выросли не более чем на 10%. Приводит газета цитату министра здравоохранения Чувашия Аллы Самойловой. По остальным препаратам произошел рост на 20-25%. Подробности в газете «Чебоксарские новости». Газета «Советская Чувашия» рассказывает о подготовке к акции «Бессмертный полк». Вот уже четвертый год подряд, пишет издание, в Чебоксарах «Бессмертный полк» выйдет на улице в День Победы, чтобы напомнить о героях Великой Отечественной. Эта акция стала воистину народной, ведь, наверное, в нашей стране нет ни одной семьи, которой так или иначе не коснулась бы эта война. Отмечу еще один важный материал. Вопросы читателей о том, как компенсируются расходы на услуги ЖКХ, журналисты газеты задали Министерству труда «Чувашии». И вот теперь публикуют ответы на них. Подробнее в газете «Советская Чувашия». «Наши в Саратове» газета про город рассказывает о форуме «Современное российское село». Вел его премьер-министр страны и лидер единороссов Дмитрий Медведев. Сам форум был посвящен развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Делегация Чувашии в Саратове внимательно слушала докладчиков. Ее участники утверждают, многое из того, что на федеральном уровне только предлагается сделать, в нашей республике уже воплощается. Так глава города Чебоксара Леонид Черкесов отметил, что вопросы, которые сельские жители из разных регионов страны озвучивали перед руководителем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, в Чувашии активно прорабатываются уже на протяжении нескольких лет. Это касается и ситуации по возвращению в сельскохозяйственный оборот пустующих земель и, к примеру, строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Соратник Черкесова по партии, вице-спикер Госсовета Чувашии Николай Малов подчеркнул, что на первое место выходит повышение качества жизни сельчан. Правительство страны готово помогать в строительстве дорог, в льготном получении земельных участков для ведения сельхоздеятельности. Словом, делать все для того, чтобы вопросы развития села и продуктовой безопасности страны решались эффективно. Наша задача на местах – реализовывать эти инициативы в Чувашии. А в Чебоксарах вновь обсуждают стоимость проезда в общественном транспорте. По сообщению газеты МК в Чебоксарах, троллейбусное управление предлагает повысить стоимость билета на 3 рубля. Причины в больших убытках предприятия. Только за прошлый год они составили 50 миллионов рублей. Руководство города считает эту идею не самой удачной. Алексей Ладоков уверен, что нужно искать другой, менее обременительный для жителей города путь. Решением задачи займется специально созданная рабочая группа. Подробнее в МК в Чебоксарах. О необычном коллекционере из Мариинского посада рассказывает газета «Грани». В городе появился новый музей, автором коллекции которого является один единственный человек. Иван Веденеев долгое время собирал уникальные старинные предметы. Например, кухонный нож со штампом Николая Второго, 100-летний тарантаз с колесами из цельногнутого дерева или стеклянную бутыль 1860 года. Историю создания коллекции читайте в газете. А мы отмечаем инициативу председателя Октябрьского райпо Радима Почемова, который бесплатно выделил для музея помещение. Кстати, на днях в Москве прошел деловой форум «Качественная пресса России и перспектива ее развития». Знаком «Золотой фонд прессы» награждена и новочебоксарская газета «Грани». Поздравляем! А у нас вновь новички. На этот раз шедеврами печатного искусства публику решила побаловать газета партии «Единая Россия». На целую полосу здесь разместили настоящий комикс о приключениях белого медведя. История подробно рассказывает о том, как Мишка на праймере сходил. Почему в итоге белый медведь выбрал сам себя, авторы комикса умалчивают? Возможно, ответ на этот животрепещущий вопрос нас ждет в следующем выпуске газеты. Это был обзор самых заметных публикаций за неделю. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова